коллеги добрый день дайте мне пожалуйста знать все ли у нас в порядке огонечками моргните если вы меня видите и слышите и все хорошо благодарю благодарю отлично ну что друзья сегодня мы с вами поговорим в очередной раз о важной теме которая продвигает нас с вами людей которые занимаются наукой любят науку и хотят представить ее результаты как раз сегодняшняя наша тема для этого и предусмотрен и так по поводу научного доклада того как его выстраивать и как готовить для него презентацию поговорим сегодня и мне бы хотелось в рамках нашей сегодняшней встречи подсветить три важных момента во первых нам надо понять когда при каких обстоятельствах научный доклад обладает определенной важностью да то есть есть скажем так ну давайте мы же всегда с вами говорим о реальной жизни да вот как есть так и говорим бывают какие-то выступления скажем так проходящие нужно выступить на конференции быстренько что-то там приготовили доклад и хорошо а есть какие-то выступления знаковые так вот мы сегодня поговорим о тех выступлениях который о тех докладах которые имеют для вас важное значение и как понять какой из них именно для вас будет важен второй безусловно мы поговорим о презентациях потому что научная презентация это не не всегда так выглядит она как представляется нам стандартная обычная презентации учебной или например бизнес презентация у нее есть свои нюансы оформления, и сегодня мы о них поговорим. Ну и кроме того, когда у нас есть задумка, когда у нас есть мероприятие, у нас есть презентация, и нам необходимо все-таки сформировать тот текст, который мы будем произносить, тот доклад, который бы подсветил те яркие результаты, которые мы хотим сообщить научному сообществу нашим коллегам. Поэтому как его выстроить, этот научный доклад, тоже поговорим сегодня. Ну и начнем вот с тех самых докладов, которые мы организуем для себя, потому что нас могут пригласить, а может быть этот доклад инициирован тем путем, который вы для себя выбрали. Я сегодня в рамках нашего вебинара хочу, чтобы мы делали акценты с одной стороны просто на тех исследователях, которые не собираются или пока, может быть, не пишут диссертацию, но выступают, и в том числе на тех ученых, на тех исследователях, которые уже выбрали для себя путь подготовки диссертации, и вот там, на этом пути, у них будут тоже важные доклады. И поэтому я вынесла доклады разного типа на слайд. Итак, первая категория докладов – это доклады на конференциях, круглых столах, форумах, симпозиумах, что угодно, каких угодно научных мероприятиях. И здесь эта категория докладов актуальна, что называется, для любого человека, который занимается наукой, научными исследованиями, поскольку, конечно, мы делаем это в том числе для того, чтобы потом эти результаты озвучить, собрать обратную связь, понять, как откликаются, не откликаются наши задумки, наши идеи у наших коллег. И если мы говорим о ученых, которые защищают, планируют защитить, готовят кандидатскую или докторскую диссертацию, то вот следующие доклады могут возникнуть на вашем пути. Два возникнут точно, это второй и пятый, а третий и четвертый, они не случайно обозначены звездочкой, потому что, что называется, такой факультативный вариант. Может, будет, может, не будет. Тем не менее, я хочу, чтобы мы сейчас с вами проговорили кратко обо всех этих докладах для того, чтобы разобраться, зачем они вам, то есть вот каково их значение и как понять, в чем ценность для вас. То есть вот мне бы хотелось подчеркнуть именно ценность любого доклада для вас, для вашего научного пути. И поэтому давайте прям по всем этим вариантам пробежимся. Итак, когда мы с вами говорим о докладе на конференциях, наверное, это мы рассуждаем в том числе о начинающих исследователях, хотя и профи не прекращают выступать на научных мероприятиях. Но если все-таки мы говорим о тех, для кого это, может быть, первое выступление или выступление такое, может быть, даже пробное с точки зрения озвучивания своих результатов. Может быть, вы выступали как студент, например, а теперь вы начинаете выступать как начинающий исследователь. И здесь у нас две очень важные задачи стоит. Та ценность, на которую мы должны ориентироваться, когда мы готовимся к выступлению, когда мы его презентуем. Во-первых, наша задача научиться говорить по своей теме. И здесь я очень часто встречаю такую ситуацию, когда, понятно, наукой чаще занимаются люди, которые так или иначе связаны с образованием или непосредственно работают в научных организациях. И нам кажется, что уж то, что говорить мы умеем. Не сомневаюсь в этом нисколько, но говорить по своей теме – это немножечко другое. То есть мы должны с вами качественно использовать терминологический аппарат, мы должны уметь подсвечивать актуальность, проблемность темы и так далее и тому подобное. Поэтому вот здесь именно свою тему, свою исследовательскую работу показывать – это очень важно. Ну и, конечно, вторая невероятная ценность – это потренироваться, отвечать на вопросы. Потому что когда мы с вами пишем исследования, проводим исследования, изготавливаем какие-то тексты, мы очень часто находимся наедине с собой. И наверняка вы встречались у себя с таким ощущением, когда вот глаз замылился, уже кажется, что вот уже все сказано, и вроде бы тут нового-то ничего нет. И вот прямо есть такой запрос на получение обратной связи. Вот если он есть, то самый лучший способ – попробовать выступить на конференции. Кроме того, помимо того, что вы потренируетесь отвечать на вопросы, важнейшей задачей вашей будет задача собрать вопросы по теме. Особенно это важно для тех, кто готовится защищать диссертацию. Почему это важно? Потому что, скорее всего, подобные, близкие вопросы могут возникнуть, в том числе и на защите. И если вы эти вопросы уже услышали, аккумулировали, попытались на них дать ответ в тот или иной момент, то понятно, что в этом случае вам на защите будет проще. Если вы еще не защищаетесь, у вас нет пока такой задачи, мы в любом случае собираем эти вопросы, потому что они нам показывают, возможно, где мы что-то недосказали, возможно, ту зону нашей исследовательской темы, которая является дискуссионной, и, возможно, как раз ее надо разворачивать, чтобы ваше исследование становилось ярче. Третий очень важный момент – это попытка выполнить технические параметры выступления. Предположим, не во всех залах, в которых вы будете выступать, есть возможность работать с кликером для того, чтобы листать слайды. И иногда бывает так, что мы должны давать команду человеку, который листает за нас, или мы должны управлять, в том числе, там, с ноутбука, с компьютера, неважно, на разных конференциях по-разному бывает. Очень часто вы можете стоять неудобно по отношению, например, к экрану. То есть вот эти технические моменты, которые, казалось бы, ну вот в этот момент, они не так важны, но чем лучше мы натренируемся в разных технических условиях выступать, тем спокойнее и проще нам будет на защите, если мы к ней стремимся. Ну и, безусловно, регламент, тренировка вписываться в регламент – это очень-очень важно. Это и культура подготовки вашего сообщения, да, когда вы уважаете те временные рамки, которые даны, следовательно, других спикеров. И в то же время это тренировка, поскольку, опять же, если мы говорим о продвижении в дальнейшем в защите, нам тоже нужно будет выполнить определенные регламенты. Ну и, конечно, если мы говорим о активном участии на конференциях, когда вы выступаете, очень часто может возникнуть такая ситуация, когда после вашего доклада к вам подходят участники конференции, круглого стола и хотят с вами что-то обсудить. И вот в этот момент очень классно, если у вас есть визитка, например, и вы можете обменяться контактами, то есть в том числе использовать свой доклад как повод для формирования академических контактов, для того, чтобы их расширить, эти академические контакты, и найти тех людей, которые, может быть, в вашем же исследовательском поле ведут свою работу. То есть в этом смысле какой-то эффект синергии тоже получили. Следующее. Если мы говорим о том, что вы не просто выступаете на конференциях, но вы в том числе готовите диссертацию, то очень важным докладом, который вам предстоит сделать, это будет первый доклад, который откроет вам двери для выхода в диссертационный совет. Это доклад в организации, где выполнялась диссертационная работа. То есть ваши коллеги сначала будут проводить экспертизу той диссертации, которую вы подготовили. И здесь немножко другие задачи, друзья. Здесь, во-первых, на этом этапе мы еще с вами с диссертацией можем сделать все, что угодно. И поэтому наша задача понять вот те дискуссионные моменты, зоны диссертационные, которые либо, с точки зрения наших коллег-экспертов, являются яркими, на которые нужно еще больше подсветить, да, вот их продемонстрировать в рамках положения новизны на будущей защите, либо те зоны, которые проседают, которые кажутся недоработанными, или, возможно, вы их специально, у вас не было такой задачи исследовательской их брать, но это недостаточно четко прозвучало, и коллеги подумали, что это недоработка. То есть вот такие зоны нам нужно увидеть и благодаря экспертам получить вот эту обратную связь по ним. Ну и, естественно, центральной задачей такого выступления будет получение вот того самого документа, которое называется «Заключение организации, где готовилась диссертация», для того, чтобы с этим документом и с пакетом еще документов пойти в диссертационный совет. То есть здесь все серьезно. Если вы на конференции выступили, ну, не очень удачно, например, бывает, ну, ничего страшного, то здесь, конечно, более ответственный такой момент. Какие здесь еще можно такие для себя ценности посмотреть? Во-первых, я рекомендую на этом выступлении попробовать прям сделать презентацию, как будто бы это ваша защита, и порепетировать доклад в том смысле, что прям себе поставить задачу, а вот предположим, что я сегодня защищаюсь. И прям посмотреть за собой в том числе, что значит порепетировать доклад, я здесь не только имею в виду, что его произнести, а вообще понаблюдать за собой, боялся я, не боялся, как у меня происходило вот вхождение вот в этот доклад. Может быть, сначала вам было очень страшно, потом нормально, вы там органически как-то пришли в себя, и все стало нормально. Как вы отвечали на вопросы? То есть вам нужно себя в этом смысле немножко тоже оценить, оценить свой доклад, оценить презентацию, в том числе послушать мнение экспертов по поводу презентации. Может быть, не все понятно, может быть, слишком много текста на слайдах, может быть, вы не совсем то подсветили, может быть, не хватило какой-то обоснованности на слайдах, то есть вы результат представили, а вот каких-то обоснований не хватило. И в этом смысле любые замечания экспертов, не только вопросы, но и замечания любого плана, технического, содержательного, презентационного, как вы держитесь, любого, очень важно для себя тоже зафиксировать и потом понимать свои точки роста. Вот с этим у меня все хорошо, а вот здесь, может быть, не очень. Следующее. Когда мы говорим о защите диссертации, я не буду рассматривать вот те две встречи, которые могут быть, а могут не быть. Напомню, это доклад в ведущей организации или доклад, который мы называем условно, нет такого официального понятия, но мы в жизни называем на предзащите. То есть вот если эти доклады будут, то, собственно говоря, они настолько же важны и настолько же ценны, как ваш доклад на защите. Это очередная тренировка, которую вы проводите, и все-все-все это собираете себе в копилку, потому что вы можете тем самым усилить свой центральный доклад. А все-таки самый главный доклад – это доклад на защите, на процедуре защиты, когда вам дадут слово для того, чтобы вы продемонстрировали в рамках своего доклада те научные результаты, те положения, которые выносите на защиту. И здесь я не случайно в ценностях показываю, что, во-первых, вам нужно представить, ни в коем случае не нужно путать диссертацию и новизну. Нам ни в коем случае не нужно пересказывать диссертацию. Нам в докладе нужно представить то новое, то авторское, что вы привнесли. Весь акцент, даже если ваш доклад будет строиться по структуре работы, в некоторых специальностях так доклад строится, в любом случае мы это делаем через демонстрацию новизны, а не просто повествовательно, что в этой главе то-то, в другой главе то-то и так далее. Это не выглядит ярко. Ну и, конечно же, мы с вами помимо новизны подчеркиваем значимость исследования, значимость теоретическую, значимость практическую. Возможно, вы уже где-то применили результаты этого исследования. Есть по этому поводу какие-то подтверждающие документы, например. Вы это можете все в качестве значимости продемонстрировать, что это уже те результаты, которые применены на практике. Это тоже все дополняет значимость, обоснованность, ценность вашего доклада на защиту. Ну и, естественно, здесь очень важно, очень важно отвечать на вопросы. На все вопросы, которые вам заданы, мы не оставляем вообще ни один вопрос без ответа. Почему? Вспоминаем, потому что у нас во время защиты идет запись. Поэтому все, как вы себя ведете, как вы отвечаете на вопросы, все будет зафиксировано. И именно для того, чтобы вот этот блок защиты прошел максимально уверенно, максимально ярко, максимально экспертно с вашей подачи, да. Вот именно поэтому мы с вами на предыдущих докладах, на предыдущих наших выступлениях должны готовиться, собирать вопросы, понимать по поводу, чего у нас могут спросить. Ваша здесь задача и ценность одновременно. Ваша задача показать экспертность. И вот здесь не надо, может быть, в каком-то смысле я сейчас странные вещи скажу, да, я неслучайно вот в скобочках написала, что ваша экспертность здесь важнее, чем яркость. Яркость всего, яркость вас как оратора, яркость вашей презентации и так далее. Вот чем будете вы точнее, чем вы будете глубже отвечать на вопросы и подсвечивать свои результаты, это важнее. Тем не менее, нам надо понравиться. Почему понравиться в кавычках? Потому что, ну, естественно, это не конкурс красоты, но тем не менее. Нам надо расположить к себе тех членов диссертационного совета, которые будут присутствовать на заседании. Безусловно, в любом докладе, хоть мы на конференции выступаем, хоть мы с докладом перед ведущей организацией будем выступать, наша задача быть приятным собеседником, приятным спикером, и поэтому мы должны понравиться. Но здесь, в науке, если, например, в каких-то других презентациях мы могли бы там шутить, рассказывать какие-то истории, использовать какие-то вплоть до актерских приемов, мы не можем в науке это себе позволить. И поэтому здесь очень важно хотя бы инструмент зрительного контакта использовать для того, чтобы было понятно, что вы не просто читаете свой доклад, вы именно контактируете с людьми, вы пытаетесь донести это до них. Ну и, безусловно, здесь очень важно, вот если мы выступаем на той же конференции, и вдруг, например, что-то пошло не так, и растерялись, что-то как-то стушевались, где-то не ответили на вопросы, где-то вот все как-то немножко скомкалось, да, недоволен собой, но в принципе страшного ничего не произошло. В следующий раз сделайте это лучше, сделайте это спокойнее и так далее. Все приходит с опытом. Вот на защите мы так не можем себе, к сожалению, позволить. Мы должны держаться до результата. Даже если вдруг в вашем докладе пошел какой-то сбой, технический, эмоциональный, вы заволновались или еще что-то, мы должны держаться до конца, мы должны пытаться, мы должны бороться, мы должны отвечать все-таки, что можем, то и отвечать. Ну и, естественно, доклад все-таки максимально натренировать, будем говорить о том, как это сделать чуть позже. И, безусловно, это в большей даже степени, ну, конечно, это касается защиты любой диссертации, но в большей степени это касается защиты докторской диссертации, потому что и доклад у вас будет дольше, и само заседание будет дольше по времени, поэтому, что называется, к этому точно нужно быть готовыми, поэтому предыдущие этапы всевозможных выступлений на конференциях мы себе в копилку добавляем. То есть не отказываемся от выступлений, не участвуем в конференциях просто публикациями. Это очень-очень важно для того, чтобы уже на защиту прийти подготовленным, и все получилось замечательно. Как же нам с той самой научной презентацией поступить? Какие нюансы оформления есть в презентации, которая нам поможет? Это такой помощник. Для этого нам надо четко с вами понять, чем эта презентация отличается от других презентаций. Я не буду рассказывать обо всем многообразии презентаций, которые могут быть. Я возьму только те, которые могут в нашей жизни с вами встречаться в силу рода нашей деятельности, но они нам не подходят. Первое – это учебная презентация. Если мы с вами работаем в образовательном поле, неважно, в техникуме или в институте, в академии, и мы ведем занятия, мы с вами постоянно делаем презентации. И задача учебной презентации, то есть у каждой презентации есть своя задача. И задача учебной презентации – это дать студентам или вашим слушателям новую информацию. И дать ее так, чтобы она была понятна и воспринята. И мы с вами должны, когда мы учебную презентацию готовим, мы понимаем, что мы будем в рамках занятий общаться с людьми, которые знают меньше нас. Они поэтому и учатся, они поэтому и пришли. Поэтому, с одной стороны, эта информация должна у них запомниться, отложиться у них в голове, но она должна быть им очень понятна. И поэтому учебная презентация может быть в каком-то смысле очень логически выстроена, но она может быть понятна, она может быть даже смешной, какой-то веселой. У нее может быть достаточно такое интересное оформление, может быть, какое-то мультяшное или сказочное. То есть в зависимости от того, для кого вы ведете свое выступление, свою лекцию или свой доклад образовательный. Кроме того, очень часто здесь нас выручают, что эти презентации могут быть интерактивные, вплоть до того, что мы будем напрямую контактировать с аудиторией, и мы как бы можем понять, ой, что-то пошло не так, дай-ка я сейчас интерактив добавлю. Так вот, этот прием мы совершенно не можем использовать с вами в научной презентации. Поэтому здесь разные вещи, и вот этот нюанс нужно понимать. Следующее. Если вы, наоборот, работаете где-то в бизнесе, и у вас работа связана с тем, что вы занимаетесь презентацией, но презентацией товаров или услуг своих, или фирмы, и, соответственно, когда мы имеем дело с бизнес-презентацией, мы все, что есть на слайдах, мы представляем через преимущества. То есть нам нужно показать, что товар или услуга, или вообще то, о чем мы рассказываем, это вот что-то такое невероятное, что-то такое ценное, что-то такое значимое, чтобы все срочно побежали и купили, или сделали вам заказ, или пошли к вам учиться, или еще что-то. И в этом смысле презентация в данном случае это вот инструмент вот для этого продвижения. И чем лучше с точки зрения маркетинга, с точки зрения того, как вы понимаете своих потребителей, она будет сделана, тем она для вас будет более полезна. И здесь структура подачи вообще материалов на слайде будет совершенно другая. Почему? Опять же, наверняка каждый из вас был когда-то на каком-то бизнес-обучении или бизнес-презентации каких-то товаров или услуг. Очень часто это слайды с одним словом, с одной картинкой, с каким-то утверждением, с какой-то шуткой и так далее. Это совершенно не годится для научных презентаций. В бизнес-презентации очень ценится, как бы мы это считываем на подсознательном уровне, красота оформления, то есть вот стиль, о, как она дорого выполнена, эта презентация, видно, что тут прям дизайнер поработал и так далее. И через это мы точно так же, как вот мы здание видим какого-то, какой-то фирмы, мы из этого делаем какие-то выводы, точно так же через бизнес-презентацию мы делаем как будто внутренний вывод, верим мы этой фирме или нет. Опять же, это, к сожалению, не работает. Этот прием мы не можем использовать в научной презентации, потому что здесь важным является содержание. И поэтому, когда мы говорим о научной презентации, то главное, то есть зачем она нам нужна, она должна позволить вам, помочь вам представить результаты научного исследования. В презентации, вот представьте у вас, например, сейчас презентацию именно с точки зрения, например, на защите или на предварительном обсуждении вашей диссертации, в среднем размер кандидатской диссертации это там 150-180 страниц, а вам надо сделать презентацию на 20 слайдов. То есть понятно, что там должно быть самое-самое оригинальное, самое-самое новое, та самая новизна, какие-то интересные подходы, обоснование того, как это вы получили. Может быть, вы и получали какими-то новыми способами, приемами, методами, и вы тут это рассказываете. То есть у научной презентации совершенно другая задача, поэтому она и выполняется иначе. И здесь больше требований к структуре презентации, к самой подаче информации, потому что, с одной стороны, мы показываем все ценности нашего научного исследования, но при этом обращаю ваше внимание, друзья, что когда бы мы с вами не зашли со своей презентацией, в какую бы аудиторию мы не зашли, и даже если мы находимся на защите своей диссертации в диссертационном совете, всегда найдутся люди, которые не смотрели ваш автореферат, не смотрели вашу диссертацию. Опять же, простите, я говорю, как есть. И, значит, ваша задача так рассказать по этой презентации, чтобы всем было понятно, и в том числе людям, которые ее видят впервые и про вашу работу слышат впервые, чтобы вы самое-самое рассказали, но при этом это было достаточно легко воспринять, независимо от того, по какой отрасли наук вы работаете. Второй очень важный момент – это как раз-таки некрасивое оформление, как мы раньше говорили в предыдущих, или там веселое, или какое-то интерактивное, а строгое оформление. На самом деле у вас на слайдах может просто не остаться места, потому что слайды научных презентаций обычно достаточно перегруженные. Ну и когда мы с вами говорим о научной презентации, то всегда-всегда к вам будут заданы вопросы. То есть если мы говорим о защите или о предварительном рассмотрении диссертации в организации, где она готовилась, ваши коллеги, которые будут сидеть и слушать вас, они просто обязаны задать вопросы. И наша задача понимать, что я на презентацию вынес не все, но задать мне вопросы могут быть, могут о любом аспекте моей темы, потому что у членов диссертационного совета, у экспертов, которые сидят, например, в предварительном рассмотрении, есть ваш автореферат перед глазами, прошу прощения, они могут посмотреть и задать какой-то вопрос. И в этом смысле научная презентация, несмотря на то, что она короткая, она должна подразумевать, что мы по всей тематике можем получить вопрос. Что здесь нам нужно понять про оформление научной презентации для того, чтобы с этим справиться проще? Первое, мы можем воспользоваться шаблоном для презентации. Если вы защищаете диссертацию в конкретном диссертационном совете, обязательно задайте вопрос, есть ли какие-то требования к шаблону, потому что, может быть, это шаблон фирменный этого учреждения. Если это фирменный шаблон, вы делаете в нем, если вы хотите сделать самостоятельно какой-то шаблон. Мы сегодня об этом не будем говорить о технических каких-то нюансах, только содержательных, если они связаны с техническим оформлением, они все равно выходят на содержательные нюансы. А вот техническое сопровождение очень здорово рассказывает Анастасия Пахорукова, я вам рекомендую ее вебинар, для того, чтобы вы могли посмотреть, как сделать себе шаблон, если он вам нужен. Что еще рекомендуется? На слайдах старайтесь поставить номер, для того, чтобы вы в процессе своего доклада могли ориентироваться, в том числе по таймингу. Сколько слайдов у вас еще осталось, то есть какой-то якорь, который вам поможет это сделать. Третье, что очень важно, нам нужно поддерживать определенную информативность слайда. То есть, если, например, на той же бизнес-презентации, как я говорила, может быть одно слово, то здесь у нас такого не может быть. В презентации вашей чаще всего должен быть заголовок на каждом слайде, для того, чтобы мы понимали вообще сейчас, о чем идет речь. Доклад сложный, темы в основном сложные, все, что связано с научными исследованиями, это не банальные вещи чаще всего. И если у вас есть какая-то логика внутри этого слайда, и, например, много информации на нем, то все-таки постарайтесь эту информацию выстроить в некую иерархию, то есть выделите те моменты, которые на более важном уровне, может быть, жирно. Сейчас я примеры вам сейчас покажу, слайдов из научных докладов и научных презентаций, и мы с вами вот это все посмотрим по месту. Очень важный нюанс – это читаемость слайда. С одной стороны, мы говорим о том, что слайды научные очень загроможденные, чаще всего бывают, могут быть очень большие таблицы, могут быть какие-то сложные схемы, могут быть еще что-то. При этом, если все-таки у вас на слайде есть текст, надо, чтобы он читался, хотя бы, чтобы он не был размазан. Да, безусловно. Если вы выступаете на конференции, то вы выступаете просто в ваш доклад и слайды. Если вы выступаете перед, в рамках экспертизы вашей работы или в рамках защиты, вы раздаете раздаточный материал для подстраховки, то есть слушатели, участники, члены дистрибционного совета на защите. Имеют возможность посмотреть, рассмотреть, вдруг им что-то не видно со слайда. Но на конференциях мы понимаем, что нет такой возможности у слушателей, поэтому стараемся делать понятно. Еще один очень важный момент. Вот в научных слайдах мы стараемся с вами выделить главное. Безусловно, у нас главного, у нас все главное в презентации. Может быть, скажете вы, я с вами тоже соглашусь. Но тем не менее, например, если вы формулируете, выносите на слайд положение, которое выносите на защиту, то есть на визну свою, то, например, само положение вы можете выделить жирным шрифтом, а какой-то текст, который есть на слайде, реализовать просто обычным шрифтом. Ну и, безусловно, вот этот строгий стиль, такой сдержанный, он может привести даже к тому, что у вас вообще никакого оформления, по сути, не будет. Это просто белый лист. Может быть, вот как у меня сделано там название слайда, да, и просто полоска. То есть ситуация может быть абсолютно разная, но строгий, строгий стиль, такой сдержанный, он должен присутствовать. Конечно, когда мы с вами все слайды подготовили, мы, во-первых, должны проверить их порядок последовательных, все ли мы учли, все ли мы осветим в рамках нашего доклада, опираясь на эту презентацию. И, кроме того, нам нужно проверить, нет ли ошибок, нет ли опечаток, нет ли ошибок в каких-то цифрах, может быть, что-то скопировали где-то и так далее, имеется в виду методом копирования, слайд из работы формировали, проверить, все ли там красиво, правильно встало, никуда ли не потерялась та информация, которая нам нужна именно на слайде, к которой вы будете обращаться, чтобы она на этом слайде там находилась. Что еще из нюансов? По поводу внешнего вида слайдов, вот тех самых параметров, основных параметров цвет, шерифт, фон. Чаще всего фоном является белый лист или там какие-то достаточно светлые фоны, шерифт используется в основном темный, если же, например, у вас какие-то темные картинки или поля есть, допустим, у вас таблица раскрашена в разные цвета, тогда наоборот на темном фоне может быть белый, например, шерифт. И вот здесь, вот в научной публикации, мы стараемся не переборщить с яркостью, с яркостью дизайнерской с одной стороны и, с другой стороны, с яркостью цветовой. То есть не должно быть много всевозможных цветов. Я сейчас покажу несколько примеров слайдов. Я на каждом слайде делаю ссылку на автора. Каждый из этих слайдов предоставлен мне с разрешения автора. Все эти замечательные люди, которые позволили свои презентации продемонстрировать, то есть какой-то слайд взять либо слушатели нашего курса, либо слушатели наших вебинаров. То есть как бы это вот непосредственные примеры того, насколько важно выступать и насколько у людей это получается, потому что они знают свою тему и понимают, как это подать наиболее ярко. Историческая тема. И вы видите, акцент сделан на годы. То есть наиболее яркий момент сразу бросается в глаза. Мы сейчас не будем на всех слайдах акцентировать внимание с точки зрения дизайна. Я сейчас рассказываю именно с точки зрения содержания. То есть белый фон, ярко подсвеченные годы и ярко подсвечены те события, которые рассматриваются в контексте темы и выделяются в рамках этого слайда. Слайд, такого плана слайды не с обильным текстом. Хороши тем, что во время выступления вы можете про каждое из этих событий говорить что-то и слайд будет вести по вашему выступлению, но он не будет повторять текст вашего выступления. Следующий пример. Это работа по литературе. И мы видим, что здесь исследуются произведения. И в таких диссертационных работах мы подсвечиваем... Вот если там годы историческая, да, работа, то здесь подсвечиваются слова. Автор в своей работе показывает, что во всём сборнике, во всём цикле рассказов Сергея Довлатова «Чемодан» повторно встречаются начальные буквы слов очень в малом количестве предложений. И вот эти 11 предложений, то есть всего в 11 предложениях такое явление наблюдается. То есть автор этой работы показывает значимость, поскольку не было, да, никто этого не показал раньше из исследователей литературного произведения, не обратил на это внимание. То есть всё посчитано и конкретно всё представлено. С подсветкой, с указанием страниц мы можем с вами пройти и проверить. Если мы говорим вообще, в принципе, о тексте, то есть сколько там количества строк допустимо, можно ли переносить, можно ли использовать сокращение. Опять же, друзья, да, нет таких требований конкретных. Я вам сейчас показываю слайды. Каждый слайд – это совершенно другая научная специальность. У нас постоянно приходят люди с разных научных специальностей, и тем интереснее, да, потому что мы вот с этими нюансами как раз и разбираемся. Поэтому в каких-то науках у вас, может быть, весь слайд усыпан, текстом, графиками, там, ещё чем-то. В каких-то науках это категорически не нужно делать. Поэтому мы с вами обязательно идём заранее на защиту, в тот совет, в который мы хотим пойти, и смотрим, какого плана презентации в этом диссертационном совете считаются достаточно качественными и допускаются к защите. Что здесь? Нам нужно понимать, что в нашей научной презентации мы с вами регулируем, то есть первое, на что мы смотрим – это смысл. И только потом, красиво это или нет. И второе, на что мы смотрим – это читаемо или нет. Если шифры, шрифты с засечками хуже читаются, мы их не используем. Если там размер вот этого шрифта вам кажется нечитаемым, мы думаем, как его можно увеличить. Может быть, меняем стиль, может быть, размер, может быть, начертание, да, то есть смотрим именно вот здесь у нас смысл и читаемость здесь на первом месте. Давайте посмотрим, как это в научных слайдах можно представить. Еще один слайд. Вверху, как мы с вами видим, есть… То есть всем понятно, что во время этого слайда, во время демонстрации этого слайда, спикер будет говорить о… выступающий докладчик будет говорить об актуальности темы. Нам дали карту, мы ее можем рассмотреть, составить себе какое-то представление, и нам показали вот ту самую, ту самую иерархию. У нас есть жирным выделено. Я могу как слушатель просто прочитать жирное, а дальше слушать докладчик. А если мне более интересно и у меня есть больше времени, я могу прочитать детальные списки, которые тут представлены. Еще один пример – это работа, докторская диссертация, связанная с изучением рыб. И в данном случае нужно было с одной стороны показать, где это производилось, да, то есть где эта рыба вылавливалась. С другой стороны нужно было показать, что это не три рыбки поймали, и по поводу них что-то исследовали. И вот в этом смысле, посмотрите, вот этот слайд, он как бы ведь не содержит научной новизны, но если мы на этот слайд с вами смотрим, мы сразу делаем тот вывод, который нужен автору. Работы были сделаны, мы видим, сколько там много точек стоит, сколько там экспедиций было сделано. Мы видим, какое огромное количество экземпляров рыб было выловлено. И, соответственно, у нас сразу есть доверие к этому материалу. Поэтому, когда, независимо от того, по какой специальности вы готовите диссертацию или готовите свое пока выступление, обращайте внимание на то, чтобы любой слайд, даже информационный, казалось бы, слайд, я специально вот такой информационный слайд вам показываю, играл вам на пользу, чтобы он делал вашу презентацию ярче. Что касается иллюстраций, допускается ли использовать в научных презентациях иллюстрации? И какие они вообще должны быть? Опять же, мы здесь исходим не из красоты, а из задачи, которую мы ставим, то есть мы отвечаем на вопрос, для чего. Во-первых, нам иллюстрация нужна в том случае, если она позволит быстрее воспринять ту информацию, может, проще, нагляднее, ту информацию, которую мы будем говорить с вами в докладе. Второе – это когда мы можем подать эту информацию для того, чтобы как раз не повторяться. То есть, когда у вас, например, есть иллюстрация, а вы говорите текст, это лучше, чем когда у вас на слайде текст, и вы его же или близко к нему произносите. Поэтому здесь мы думаем о том, для чего. Во-вторых, мы думаем о том, чтобы было легко разобраться в этом, то есть это читаемо должно быть с точки зрения зрительного восприятия, а для этого нам нужна какая-то, может быть, контрастность или, может быть, какие-то более четкие пояснения. И вот здесь я сразу хочу сказать, что если вы… Это, наверное, больше касается докладов на конференции. Иногда мы с вами в докладах показываем позиции других авторов. И мы говорим, вот, например, существуют какие-то методики, оценки чего-то или какие-то подходы. И, предположим, автор, которого вы цитируете, он сделал какую-то схему. И вам эта схема очень понравилась. Если вы ее хотите показать, естественно, сославшись на автора, вы хотите ее показать. И тогда у вас получается примерно вот такой слайд. И здесь, что называется, никаких претензий как бы к этому слайду нет. По большому-то счету есть ссылка на автора, есть все. Но мы с вами должны понять, что вот такой слайд – это скрин, картинки. Просто надо задать себе когда-никогда такой вопрос. А может быть, надо было ее перерисовать? Или если перерисовать мне ее не хочется, тогда, может быть, ее не вставлять, потому что она достаточно расплывчатая. И даже если мы на большом экране ее будем демонстрировать, там мало того, что она расплывчатая за счет того, что это скрин, там очень много мелких элементов. И в этом смысле, может быть, стоило сделать шире, например, вот сам. А, у меня не включен курсорчик, да. Друзья, сейчас есть указочка? Скажите мне, пожалуйста, моргните огоньком. Благодарю. То есть, может быть, вот здесь как бы дизайн немножко победил содержание. То есть, может быть, можно было вот этот блог сделать поменьше, или, например, ссылка. Это ссылка на автора вот этого, этой разработки, а не ссылка на слайд презентации. То есть, может быть, ее нужно было пошире сделать, может быть, вообще на весь слайд нужно было раскрыть, да. То есть, просто нужно подумать, насколько, опять же, для чего мы это делаем. А вот теперь я вам приведу два примера слайдов, которые показывают специфику отдельных наук. Перед вами слайд, который презентация диссертационной работы, которая выполняется по техническим наукам. И здесь мы видим, вы сейчас мне могли бы сказать, Наталья, вы сейчас только говорили про читаемость, и показываете нам слайд, на котором вообще ничего невозможно прочитать. Что я вам на это отвечу? Я вам отвечу очень простым словом, специфика. Специфика. То есть, это такие слайды, свойственные техническим наукам, медицинским исследованиям. То есть, тем наукам математика, физика, химия и так далее. То есть, это те науки, где есть опыты, где есть эксперименты, где есть какое-то программирование. То есть, есть нечто, что мы должны показать на слайде одновременно. Мы не можем сделать четыре слайда, показать, например, сначала график, потом матрицу спутанности, потом таблицу, потом эти результаты. Мы должны это предъявить сразу. Поэтому вот здесь это не значит, то есть, то, о чем я сейчас говорю, что должна быть читаемость, а вы, например, делаете доклад по техническим наукам, это не значит, что вы такой слайд не должны делать. Делаете. Просто вы должны понимать, что, может быть, что-то нужно чуть больше прокомментировать или на чем-то больше акцентировать свое внимание, подсветить, или, если есть возможность, сделать раздатку. Например, если мы говорим не про конференцию, а про какой-то доклад, может быть, на научном семинаре, на каком-то, может, вас на ученом совете в вашем учебном заведении заслушивают. Вот у нас, например, в институте экономики есть такая традиция, на ученом совете обязательно мы заслушиваем научный доклад. Пожалуйста, можно сделать раздатку. И второй пример тоже с точки зрения иллюстрации, прям противоположный. Кто-то может сказать, а что, можно использовать фотографии, что ли, прям, это вот слайд, непосредственно защищенный кандидатской диссертации. Ольга Михайловна у нас училась на курсе тоже. И вот у нее слайд с фотографиями. Казалось бы, а что, можно вот так вот взять и фотографии на слайд вынести? Конечно, можно, обязательно. Если вы делаете презентацию, как, например, здесь, это работа по истории и культурологии, и нам нужно показать тот объект, который мы изучаем. Это курорт под названием Кульдуры. Соответственно, мы показываем, какой он был, какой он стал, что там происходило, и что в связи с этим происходило вот за этот исторический период с культурой. Это архивные фотографии. Вот что очень важно, не случайно я вам вначале говорила, все, что вы выносите на презентацию, в доклад, это должно быть все равно каким-то эксклюзивным. То есть это не те фотографии, которые есть в любом журнале, вы открыли и посмотрели. Это архивные данные, они не были нигде опубликованы, и вот в научной работе человек их нашел, показывает и так далее и тому подобное. Поэтому мы используем возможности научной презентации с учетом, естественно, своей отрасли научной, в которой мы с вами проводим исследования. Поэтому вот эти нюансы, что можно, что нельзя, что стоит, что не стоит, где ярче, как ярче сделать и так далее, если вы затрудняетесь, то посмотрите, подумайте, что в вашей отрасли наиболее ценно. Ну и с точки зрения технического оформления, последнее, что хотелось бы сказать в этом вопросе, в этом втором нашем блоке, это что мы не стоит использовать видео и анимацию. Почему? У вас может зависнуть переход, у вас может эта анимация, если слайдов будет много, она может начать раздражать, она может мешать восприятию, то есть они могут листаться быстро, если у вас достаточно краткий текст. Поэтому в этом смысле лучше это приберечь для других выступлений, ну, однозначно не на защите диссертации. И еще один нюанс, если вам в вашем докладе требуется показать видео, например, фрагмент какой-то вашего эксперимента или еще чего-то, вот прям обязательно вам надо показать. Во-первых, мы в диссертационном совете уточняем, можно ли это сделать, обязательно. Во-вторых, если вам разрешают, то нужно это сделать не в рамках вашей публикации, что я оговариваю про публикации, не в рамках презентации, а сделать это дополнительно, отдельно, отдельным экраном для того, чтобы у вас не произошло нечто вот такое, когда вы хотите что-то транслировать, а это не транслируется. Поэтому вот эти нюансы, друзья, пожалуйста, учитывайте. И, безусловно, вот о таких нюансах мы с вами говорим на курсе. Если вы пишете диссертацию или занимаетесь научными исследованиями, и вот хотите понять вот такие нюансы, которые именно на вашей специальности характерны, какие-то особенности, которые нужно учесть для того, чтобы ваша работа, ваши доклады и ваши результаты были ярче, то я с радостью приглашаю вас на курс. Мы работаем очень плотно, встречаемся два раза в неделю, и у нас 10 тем. На самом деле, если вы почитаете отзывы о курсе, то многие слушатели пишут, что как будто бы они прошли весь свой путь, и если вам это нужно, то я буду рада помочь вам сориентироваться на вашем пути для того, чтобы вот те самые нюансы абсолютно в разных видах деятельности вам подсветить и показать. И на самом деле мы идем на курсе от самого начала до защиты, до подготовки к защите и, собственно говоря, самой защиты. Ну, это я буквально два момента для того, чтобы вы знали, что такая возможность есть, и если она для вас актуальна, ее воспользовались. Продолжаем. Когда мы с вами имеем презентацию, и нам нужно выстроить наш доклад, на что мы с вами должны обратить внимание? Во-первых, когда мы готовим презентацию, у нее есть структура, и мы должны четко понимать, что доклад, наш доклад, то есть текст и презентация, они должны находиться во взаимосвязи. Поэтому если вдруг у вас получается, что презентация как будто бы про одно, а вы рассказываете в это время про другое, или технически нарушается последовательность слайдов, что-то пробежало вперед, или там, например, если кто-то вам меняет слайды, часто бывает такое, что слайд один, а человек говорит о другом, потому что он спиной стоит к экрану, поэтому вот здесь мы вот эти вот вещи не должны допускать. Конечно же, для нас важно поработать с манерами выступающего, но сегодня, к сожалению, мы эту тему не заденем, у нас не хватит на это времени. Кроме того, нужно подготовиться, как вот мы с вами вначале говорили, да, собираем вопросы, на них тренируемся отвечать, и поэтому на защите нам будет проще. Ну и, конечно же, нужно заранее посмотреть те технические аспекты выступления, которые могут повлиять на его качество. Где вы будете стоять, какое устройство, с какого устройства вы будете демонстрировать, будете вы видеть экран или не будете, какой у вас регламент, когда вы выступаете, вплоть до того, что если вы выступаете перед обедом, например, да, вы должны понимать, что среди слушателей, например, на конференции могут уже быть желающие, не больно внимательно слушать ваше выступление, и не надо тогда это близко к сердцу принимать. То есть или наоборот, если вы будете выступать сразу после перерыва, то, скорее всего, слушатели будут тянуться, что-то вас будет, может быть, отвлекать, и в этом смысле тоже вот даже понять, после кого вы выступаете и так далее, да, то есть какие-то вот такие нюансы. Когда мы говорим, собственно говоря, про доклад и про логику его построения, нам нужно с вами опять же задаваться все тем же замечательным вопросом, для чего мы это делаем, что мы хотим показать внутри доклада. Если мы выступаем с вами на конференции, то наша задача показать какой-то этап исследования, и наша задача как раз, может быть, собрать вот ту самую обратную связь для того, чтобы понять, а куда мне дальше, или где мне глубже покопать, или, может быть, какие-то идеи еще набросают слушатели. Если мы с вами выстраиваем логику доклада на защите, то она абсолютно однозначно строится на вашей новизне, и какую бы структуру доклада вы не выбрали, или будет это по главам у вас, повествования, или по положениям выносимым на защиту. Мы все равно везде и всюду подчеркиваем, какая у вас потрясающая работа, какие у вас замечательные результаты исследования, и мы следим за яркостью, обоснованностью и яркостью, научной яркостью, я сейчас имею в виду, вашего текста и вашей презентации. Что для обеспечения научной яркости должно быть в вашем докладе? Во-первых, безусловно, мы всегда, где бы мы ни выступали, мы всегда приветствуем аудиторию. Если вы на защите, то ваше приветствие совершенно стандартная фраза, когда вы приветствуете председателя и членов диссертационного совета. Если вы выступаете на конференции, вы просто приветствуете участников и представляете свою тему, с которой вы выступаете. Затем, я сейчас вот не говорю, сколько это слайдов. Понятно, что в зависимости от того, какой у вас регламент вам дан, у вас может быть разное количество слайдов, наша задача сейчас именно логику выстроить. И после того, как вы заявили тему, мы сразу переходим на актуальность. Нам нужно показать, что эта тема актуальна, что мы ее не случайно взяли, независимо от того. Это тема по истории, и вы рассматриваете какие-то там старые времена, или это тема по философии, и вы тоже рассматриваете каких-то мыслителей. Это совершенно неважно. Нам нужно показать ее актуальность. Почему вдруг в науке, в вашей науке, возникла необходимость этой темой сейчас позаниматься. Безусловно, в рамках, например, выступления на конференции, мы не можем с вами озвучивать целью доклада такую же цель, которая у вас будет на защите. Ну, просто потому что выступление на конференции – это обычно все-таки небольшой какой-то шажок. Поэтому здесь более узкая, более, может быть, конкретная цель. Цель – задача вашего исследования, результаты, которые вы презентуете. Факультативно можно говорить о гипотезе, если она у вас есть. Ну, и опять же, если мы все-таки на какой-то крупной научной конференции, и вы докладываете прямо по будущей своей диссертации, я бы говорила в том числе о предмет-объектах для того, чтобы и в этом смысле понять, может быть, обратную связь от слушателей или экспертов, которые, может быть, вам что-то подсветят и подскажут, может быть, здесь вот что-то нужно подкорректировать, потому что это очень важные элементы вашей будущей диссертационной работы. Следующее, что нам нужно, или, что называется, в некоторых темах это в чем-то будет заменять актуальность, нужно подсветить современное состояние того вопроса научного или той научной проблемы, которую вы поднимаете в рамках своего доклада. То есть, а что сейчас, а что до вас, а что уже известно, а вы сейчас что-то другое свое авторское презентуете. И вот этот момент, он тоже значим. И вот здесь кто-то, может быть, из экспертов, более продвинутых слушателей сейчас может сказать, Наталья, а где у вас тут разработанность, да, неплохо было бы фамилии привести в том числе ученых. Вот, безусловно, вот здесь мы и приводим те самые фамилии исследователей, которые сейчас параллельно с вами, вместе с вами занимаются этой же проблематикой и свои какие-то результаты имеют. Затем очень хорошо, если вы в выступлении показываете подходы, которыми вы пользуетесь при проведении своего исследования. Это могут быть подходы, это могут быть методы методики, а уж если вы в докладе или у вас, например, на защите, вы выносите прям свою какую-то методику или свой подход, то это обязательно нужно показать те методики, которые были до вас, и показать, почему именно эти методы, те или иные, которые вы используете, легли в основу вашей авторской разработки. Нужно ответить на вопрос не просто, какие методы вы использовали, но и почему именно они. Ну и после этого мы начинаем говорить о результатах исследования. Если это доклад на конференции, то это достаточно свободная форма, может быть, повествования вашего. Вы можете просто показывать те взаимосвязи, которые вы выявили, те результаты, которые вы получили, если, например, уже проведен эксперимент и так далее. Если же мы говорим о докладе на защите или на докладе, когда вашу диссертацию рассматривают в организации, где она готовилась, мы однозначно с вами идем и действуем, опять же, по положениям, которые мы выносим, и по той новизне, тому новому взгляду, который вы предлагаете. И вот здесь на защите мы не можем ограничиться только новизной, просто как бы ее назвать. Этого будет недостаточно. Мы обязательно, несмотря на то, что у вас слайдов будет не так много, и вот часто в точных науках, там, где есть математические расчеты, именно это приводит к перегруженности слайдов, потому что слайдов немного, а обосновать-то надо. И вот здесь это обоснование, оно на слайдах обязательно должно присутствовать. То есть эксперт или слушатель, который видит вашу презентацию, было бы очень полезно, чтобы эти люди быстро соориентировались, с помощью чего вы это получили, как, могу ли я доверять вашему результату, может быть, это только вам кажется, что это новизна. То есть вот здесь вот эта обоснованность, она должна быть. Ну и, конечно, хорошо, если в любом вашем докладе, будь то доклад на конференции или тем более доклад на защите, вы подчеркнете значимость исследования. То есть какие теоретические основания, может быть, вы добавили в науку, может быть, расширили, может быть, вы углубили понимание чего-то. Или, например, на практике, как могут быть реализованы результаты вашего исследования, что они могут дать, что, опять же, а если тем более, если тем более вы уже докладываете о тех результатах, которые на практике реализованы, то мы прям должны это подсвечивать, потому что это очень-очень важно. Не во всех научных работах удается в рамках подготовки диссертации сразу провести вот такое прям внедрение. Ну и в завершении доклада мы с вами акцентируем внимание, когда мы выводы какие-то, выводы должны сделать, мы, опять же, акцентируем внимание на новом, на важном. Очень хорошо, если в своем докладе на защите вы делаете акцент, в том числе на личном вкладе, а что вы как автор конкретно сделали. Или если у вас есть практические рекомендации для конкретных организаций, фирм или людей, под кого, да, ваша работа ориентирована, для кого она подходит, ее практическая вот эта направленность, вот вы даете эти рекомендации. Это тоже очень ценно и, конечно, особенно на защите мы, конечно же, об этом говорим. Ну и в некоторых докладах есть необходимость высказать благодарности. Чаще всего на защитах это бывает, кстати, достаточно редко. Это, наверное, тоже специфика специальностей. Часто благодарят в тех науках, когда человек в рамках своего исследования не может быть один. То есть он вынужден организовывать какое-то сообщество, но элементарно. Доступ к какому-то оборудованию или проведение какой-то экспедиции или еще что-то. Он не может сделать один. И поэтому, конечно, он тогда благодарит тех, кто ему помогал. Ну и, например, в рамках выступления на конференциях, например, на симпозиумах иногда можно услышать, что благодарность высказывается за возможности финансирования того или иного исследования, если это было в рамках гранта или в рамках какой-то государственной темы. То есть вот здесь это тоже можно сказать в докладе, если это необходимо. Ну и, конечно, когда мы все-таки говорим с вами о докладе, мы должны понимать, что несмотря на то, что это у вас текст, вы его пишете себе, доклад стоит прописать. Все-таки научный доклад, особенно если вы в начале научного пути, не стоит брать только тезисы. Можете спутаться, где-то потерять мысль, чтобы вы быстро могли вернуться. Лучше, чтобы это был текст. Но это не должен быть текст, вот как в публикации, например. Это все-таки должен быть текст более простым, потому что вы его будете говорить. А когда мы что-то сокращаем, то мы делаем это точнее. То есть нам важно, чтобы у нас не было воды никакой выступления. И вот в этом смысле мы делаем такой текст для говорения, а не текст для чтения. Ну и вот то, о чем мы говорили с вами, что мало сделать презентацию, мало подготовить текст доклада, нам надо самим подготовиться к этому. Как это сделать? Во-первых, я никогда не рекомендую учить наизусть текст своего выступления, потому что... У нас очень интересно устроена память. Если у нас какой-то кусочек информации выпал, мы потом никак не можем вспомнить, с чего нам дальше продолжать. Поэтому очень здорово, если вам удастся просто отчитать этот текст несколько раз, и вы будете достаточно уверенно его читать таким образом, чтобы тот самый, вспоминая, да, зрительный контакт мы могли с вами поддерживать. И второе, все-таки, когда мы с вами готовимся, когда речь идет о научном докладе особенной защите, особенно на каких-то таких серьезных мероприятиях с жестким регламентом, то мы готовимся с вами с учетом тайминга. Мы прям ставим себе таймер, и мы понимаем, вот у вас написан текст доклада, вы его вычитываете, проговариваете и так далее, вы понимаете, что вы не входите, не входите в этот регламент. Режем, режем. Потому что даже если вы во время выступления начнете волноваться и даже затороторите, потом вы все равно немножко успокоитесь, и вы в этот тайминг войдете. А вот если вы и дома в него не входите, то это уже как бы может быть сложно. И второй момент. Все-таки, на всякий случай, для подстраховки мы всегда с вами готовимся к ситуации, когда вас могут внезапно оборвать организаторы, и особенно это касается конференции, когда предыдущие спикеры вышли за рамки того самого регламента, и начинается вот эта вот гонка-гонка-гонка, особенно если вы где-то ближе к концу, то вам могут сказать, вы, например, рассчитывали на 15 минут, а вам могут сказать на 10. Вот неплохо это дома заранее продумать. Если вдруг мне скажут, заканчивайте, чтобы я не сказал, а, ну все, тогда на этом остановимся. Вот так не нужно, конечно, заканчивать. Подумайте тогда, на какую фразу вы перейдете для того, чтобы там в течение минуты-полутора закончить свой доклад, чтобы он не оказался оборванным. Ну и опять же, да, на всякий случай, друзья, бывают абсолютно разные моменты. Буквально недавно со мной была такая ситуация, когда я была вынуждена выступать, правда, это не научное выступление было, деловой форум, но неважно, где я не могла, я должна была находиться на сцене, а листать слайды можно было, кликер сломался, листать слайды можно было только в углу, и поэтому вот пришлось быстро соориентироваться, поэтому ваша задача всегда на всякий случай иметь второй экземпляр распечатанного текста, который вы будете произносить. И тот человек, который будет сидеть за пультом, что называется, да, вы ему дадите доклад и скажете, пожалуйста, вот у меня все обозначено, он будет видеть, после каких слов на какой слайд нужно перевести, потому что у вас не будет возможности тренироваться или долго что-то объяснять. Ну и как раз вот та самая вот эта взаимосвязь между презентацией, между вашим докладом, чтобы не было вот этих технических срывов, она еще хорошо связывается через те самые отсылки к слайдам, то есть когда мы так и говорим, вот это представлено на слайде, и вы понимаете, если слушатели видят слайд, слышат вас, если вдруг какой-то пошел диссонанс технический, вам просто подскажут, вам скажут, вот слайды не листаются, например, мы же очень часто сейчас с вами выступаем онлайн, на конференциях, в некоторых вебинарных комнатах или залах вы не видите, видят ли вашу презентацию, вы видите свой экран, и непонятно, видят ли вашу презентацию слушатели, поэтому вот здесь очень важно, ну и то, о чем я уже говорила, если вдруг это такое ответственное мероприятие, и вам очень важно, чтобы вот подстраховаться, распечатайте презентационные материалы, то есть раздатку, сделайте в виде своей презентации, раздайте, тем более, если это ограниченный круг слушателей, это тоже может вам помочь. Я рекомендую вам, друзья, чаще выступать, потому что любой доклад, любая попытка продемонстрировать результаты своего исследования, она ведет вас на шаг вперед к тому, чтобы быть увереннее, к тому, чтобы о ваших результатах узнали больше, и поэтому вот какое-то такое развитие научное имеет. Ну и другим вариантом развития с точки зрения научной карьеры своей, это может быть подготовка диссертации, если вы этим занимаетесь, я буду рада вам помочь понять тот путь, который вам предстоит пройти. Вижу, друзья, ваши комментарии, вопросы, сейчас я перейду в чат, если у вас они есть, пожалуйста, их еще пишите. Вот Надежда, да, перегруженность текстовой информации. Друзья, смотрите, я еще хотела бы нюанс, Надежда, очень благодарю вас за этот комментарий. Есть некоторые науки, например, очень гуманитарных много наук, типа той же самой литература, филология, чисто вот языковые диссертации, где у вас вообще все слайды, по сути, как будто бы состоят из текста. Поэтому вот подумайте, посмотрите, может быть, можно хотя бы какую-то схему сделать, может быть, можно как-то с точки зрения визуала поработать, вот не с точки зрения, опять же, вспоминаем, красивости, а с точки зрения того, чтобы вот это не было просто текст, 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 ну, не воспринимается много текста на слайде, либо может его как-то вот выделять, вот ту самую иерархию выдерживать, или еще как-то, то есть вот нужно здесь посмотреть, какие стратегии наиболее эффективны, адекватны для поддержания внимания во время долгого выступления. Дмитрий, это зависит от того, какое, что значит долгое выступление. Долгое научное выступление вы имеете в виду, сколько по времени. Если мы говорим о, допустим, конференции, то самые длительные по времени выступления это пленарные доклады у нас. Если мы говорим про защиту диссертации, то, конечно, очень долго длится защита докторской диссертации, вам долго, минут 30 вам дадут для того, чтобы выступить. И в этом смысле, да, это, наверное, долго. Здесь, ну, что можно? Стратегии очень простые, они как и везде, собственно говоря, но хотя, да, не все приемы мы можем использовать. Тут самый зрительный контакт, во-первых. Во-вторых, если вы начинаете волноваться, то мы стараемся заземлиться, да, вот прям сделать такое ощущение, как будто вот вы ногами упираетесь прямо вот в почву, да, вот в пол, для того, чтобы вам меньше беспокоиться. Кроме того, если вы чувствуете, что, ну, это чаще всего женщинам свойственно, когда, вот, знаете, так накрывает, что прямо вот вы говорите, а у вас прямо вот трясется такой речевой аппарат, как будто бы трясется, в это время нужно просто чуть-чуть замедлить свою речь, как будто бы вы, вот как я сейчас, да, как будто бы вы начинаете чётче что-то проговаривать, тогда вы немножечко сами успокоитесь и вот здесь вот переключитесь, да, на качество от переживания. Ну, и когда мы говорим про эффективность, опять же, да, а что значит эффективность? Какая задача? Мы всегда идём от задачи. Если моя задача на конференции просто проинформировать, это одно дело, а если, например, на защите моя задача всё-таки, чтобы за меня проголосовали, у меня благополучно прошла защита, то здесь всё работает. И ваш взгляд, и ваши эмоции, и ваша уверенность, и ваш голос. Надо всё-таки стараться говорить, даже если у вас тихий голос, стараться говорить более артикулируемо, да, и более внятно, более чётко. Может быть, для вас это даже будет тяжеловато. Например, вот у женщин, у некоторых есть очень мягкие люди, они имеют очень мягкий голос. Здесь он может быть воспринят в научной презентации, как будто бы человек сомневается в чём-то. Поэтому вот над этим нужно, конечно, поработать. Во время долгого выступления можно использовать шутки, спрашивает любовь. И шутки берёте в кавычки, да. Ну, на самом деле, конечно, во время научного выступления, особенно на защите диссертации, конечно, мы шутки какие не используем, потому что там есть жёсткие регламенты. Но если у вас конференция, если это круглый стол, если это, ну, какое-то такое достаточно свободное, научное... Ведь наука чем прекрасна? Это такое близкое к творчеству состояние. И поэтому, если вы находитесь в своей среде, ну, почему бы не пошутить, если эта шутка уместна? Ну, конечно, это, наверное, всё равно должно быть как-то достаточно ограничено и в тему, в меру. Так, Тамара, да, рада, что являясь студенткой выпускного вопроса, хотела уточнить, есть ли какие-то материалы для успешной защиты ВКР. Тамара, ну, на самом деле, сегодня мы не говорим про ВКР, мы говорим про выступления, да, про доклады. Я думаю, что то, о чём мы говорили, можно использовать, в принципе, для защиты. Ну, может быть, это у вас будет несколько проще, чем то, о чём мы сегодня говорили, хотя приёмы абсолютно работающие. Так, 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 вопросы. Так, вопросы технического характера Татьяна задаёт. Наверное, это вопросы не ко мне, потому что я всё-таки автор и ведущая, да, я надеюсь, наверное, Татьяна ответит. Так, читаемость – это значит и грамотность, как в предыдущем слайде. Что-то там у меня что-то было, может быть, неправильно, Любовь не совсем поняла вашего вопроса. Читаемость – это означает, чтобы со слайда видно было, что там написано. Да, грамотность, безусловно, если у меня, коллеги, вдруг какая-то печатка или ещё что-то, я прошу меня простить, могла не заметить. Так, презентацию нет, я не выкладываю. Почему видео не используются, обоснуйте. Обосновала Любовь, думаю, что это связано чаще всего с тем, что видео может дать сбой, а когда мы говорим о презентации, имеющей регламент по времени, да, нам нужно уложиться, и поэтому здесь могут быть риски. Но если это необходимо, то вы, конечно же, это делаете. Так. Методы, методики и подходы, Любовь – это разговор на целую отдельную тему. Вопрос отличный, кстати, можно его взять на будущий наш цикл. Вот сейчас до курса, это у нас последний с вами вебинар в моей части, да, по моим темам. Вопрос замечательный, давайте его возьмём на следующий цикл наших встреч. Указано в следующем положении, не знаю, где обоснованность. Да, Любовь здесь, опять же, вот порядок, то, что вы спрашиваете, в какой последовательности, не обязательно именно так. Но то, что мы начинаем с положения, вносимого на защиту, безусловно, и потом мы разворачиваем, в чём новизна, как такая идея была вами реализована, чем это обосновано, доказано и так далее, в зависимости от вашей науки. Поэтому здесь вот так. Понимаете, в некоторых науках вообще делают презентацию на защите не через положение, выносимое на защиту, а просто в главе такой-то, то-то, в главе такой-то, то-то. Поэтому тут вот тоже нюансы, нюансы везде. Должен свободно. Ну, читать с листа своего выступления на защите, скорее всего, вы будете делать именно так, опять же, потому что бы не сбиться, регламент и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы не было ощущения, что вы сами с собой беседуете, вот тот самый зрительный контакт, та самая вовлечённость ваша, горящие глаза, уверенность в теме, уверенность в том, что вы говорите, это очень важно. Лучше без помощника самому работать со слайдами. Ну, наверное, в научной презентации, я сегодня почему-то вместо презентации говорю публикация, простите. Наверное, это удобнее, потому что вы свой темп знаете, вы знаете, какой слайд подольше подержать, какой поменьше и так далее. Ну, либо просто нарабатывать вот этот опыт, когда у вас есть помощник для того, чтобы вам не было дискомфортно от того, что это вот новый опыт такой, да, и вдруг он случился во время ответственного мероприятия. Так, вижу вашу благодарность, благодарю вас, друзья, тоже. Надеюсь на наши новые встречи. Так, вижу ещё какую-то распространённую ошибку, совершаю докладчики, на ваш взгляд. Так, какую распространённую ошибку. Ой, даже сложно, Дмитрий, сказать, какая распространённая ошибка. Мне кажется, когда начинаешь, очень сложно выстроить логику выступления. Вот, наверное, на это я бы обратила больше внимания, потому что всё-таки от логики очень много зависит. Так. Любовь, спасибо, но ничего нового не узнала. Любовь, отлично, значит, вы продвинутый исследователь. Прекрасно, у нас разная аудитория, я надеюсь, что для кого-то это было полезно. Да, большое спасибо, да, замечательно. Да, тема не для одного вебинара. Благодарю, друзья, за ваши благодарности, за вашу обратную связь, за то, что приходите. И удачи, конечно, ярких вам выступлений и замечательных научных результатов. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok